Салют, чуваки, с вами Кит, и мы с вами возвращаемся к похождениям Лорда Кастера. А перед тем, как мы начнем, хотелось бы передать приветствие и мою благодарность спонсорам канала. Если ты тоже хочешь попасть в этот элитный отряд, то ссылочка в описании. Сейчас, в данный момент, на меня, как вы, наверное, поняли или нет, ну здесь просто огромная армия ботанцев, и, наверное, некоторые из вас думают, откуда у ботанцев такая вот здоровенная просто армия. Это у нас гарнизон Пенканека, который я решил захватить. Пришел какой-то лордик, и они такие, давай сделаем вылазку, и мы точно их порвем. Но, естественно, у них, как обычно, нифига не получилось. То есть мы с вами продолжаем планомерно уничтожать ботанцев только вот в путь. И мне сильно повезло, что они сами сделали на меня вылазку, это прям халява та еще. Правда, наверняка, кто-то сбежал, вот тот же лордик, вернее, даже леди сбежала, часть гарнизона сбежала, но это все мелочи. То есть, главное, что Пенканок мы сейчас с вами захватим. И, кстати говоря, произошло просто чудо, если угодно. Ко мне, наконец-таки, присоединился один клан. Правда, клан слабый, то есть там всего лишь один лорд остался, даже детей маленьких нет. То есть клан практически вымерший. Но он ко мне присоединился за целых 70 тысяч. Это было прям больно, если честно. Но главное-то, что у нас с вами наконец-таки появился союзный клан, хоть что-то. То есть я даровал этому клану замок, правда, не очень удачно расположенный. Я хотел дать ему замок, который будет на границе, чтобы он защищал его, улучшал гарнизон. А вместо этого дал ему замок в самом центре своих владений. Ну, так получилось, что самые процветающие замки находятся именно вот в невыгодных позициях, куда я хотел запихнуть этот клан. Но это ладно, это мелочи. Нам сейчас с вами нужно беспокоиться не об этом, а о Северной Империи, которая наконец-таки спустя долгое время после войны решила пойти на меня, так сказать, войной. То есть они долго со мной воевали, но не нападали, потому что воевали со Стурги. А сейчас они решили захватывать вот мой замок Ухилаем, находящийся возле Стурской границы. И сейчас мне нужно будет переться туда и, соответственно, этот замок отбивать. Но перед этим давайте-ка быстренько в осаде заберемся пинками. Так, отлично, стрелков своих я подготовил. Сейчас они будут сражаться от укрытия, ну, как и нужно, соответственно. И мы с вами быстренько остатки этого гарнизона, ну, возьмем да прибьем. Правда, у пацанов здесь остались баллисты, хотя у нас остался требюшет. Непонятно, правда, будет ли кто-то за ним сидеть. Тоже, как бы, сами понимаете, вопрос довольно-таки спорный. Но, в общем, да, сейчас главное, что наши быстренько пойдут и всех разобьют. Давайте, наверное, один отряд все-таки пустим для атаки. Почему бы и нет, зачем стоять под баллистами. Пусть пойдут и в ближнем или дальнем бою, как им больше нравится. Поднимутся, в общем, на лестнице и пойдут убивать остатки этого долбаного гарнизона. Быстренько пойдем. Сейчас все это дело захватим. Наконец-таки. Хотя, да, противник уже, в принципе, отступает. Так что это не сильно важно, если честно. Главное, чтобы не пришлось крепости сражаться. Это сущий геморрой, который я сейчас не люблю. Но, кто меня спрашивает, правильно? Ладно, наших значительно больше. Так что, думаю, здесь мы, возможно, даже без потери обойдемся. Так точно. Великолепно. Много моих людей здесь прокачаны. Так, прокачиваются, вернее. Захватили мы себе этот городишко. То есть, у противников осталось всего ничего. То есть, три замка, два города и ботания будут под нашим контролем почти полностью. Останется замок у Западной Империи. И, в принципе, все. Так, как захватчик пенканок, вы имеете право на первый отказ. Хотели бы претендовать? Да, я хочу забрать себе пенканок без голосования. Само собой. Вот этот клан, который к нам с вами присоединился. Фен Карнахарт. То есть, не ошибаюсь, вот мертвый клан, в принципе. И за 70 тысяч мы его с вами себе приобрели. А другие кланы, в принципе, здесь тоже дохлые, как вы понимаете. То есть, у всех ботанских кланов сейчас осталось по одному, по два активных члена, не более. Не считая клана правителя, здесь целых три человека. Ну, в общем, тоже, по сути, полная фигня. Правда, два этих члена, так сказать, сидят в данный момент. Так что это все мелочи. Но, кстати, остальных я тоже с ними болтал. Ну, после того, как переменял этот клан, они все еще ко мне не хотят присоединяться. Но, думаю, это временно. Пока я не захвачу остальную территорию, они останутся голыми. И через какое-то время сами захотят ко мне присоединиться. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. А сейчас мы с вами пойдем воевать с Северной Империей. Ну, я, честно, не знаю, что у них там по силам. Надо, кстати, с вами нам сейчас посмотреть. 5000 сил. Кстати, ботания уже с нами даже сравнилась. Настолько у них все плохо. Ну, ладненько. О, теперь, кстати, больше влияния стоит предложить мир. Но денег за это все еще не просят. Так что, кайфово. Итак, Империя. 5500. С кем сейчас воюет Империя? Также, кстати, все еще со Стургией. Но только сейчас они решили все-таки, наконец, на меня напасть. Ну, ладно, давайте пойдем. Кстати, да, вот этого лордика мы, по идее, могли бы себе переманить. Да, но он сейчас сражается, к сожалению. Наверное, с кем-то из Северной Империи. Видимо, там лордики приберлись и решили наших пограбить. Ботания предлагает нам с вами мир. Пойдут, пошли они в задницу. Так, не будем мы с вами освобождать чуваков из вот этого вот правящего клана Ботании. Нам это не нужно. Идем захватывать, вернее, защищать свой ухелайм. Так, Северная Империя писала гонца. Они предлагают вам мир, если вы согласитесь платить дань в 1640. Мы будем платить. Да пошли-ка они в задницу. Северная Империя, которая, ну, слабая только так. Они решают, чтобы я им еще платил. Нифига, то у меня еще тут два стурга, которые решают за нас впрячься в этой битве. Ну, потому что тоже с ними воюют. Так что, да, давайте мы с Северной Империей здесь повоюем. Кстати, попробуем, давайте с вами заключить альянс со стургами. Так, эта фракция не заинтересована в создании альянса с вами. К сожалению, хотя и деньги, и все остальное мне позволяют. Но оценки, то есть необходимого счета, слишком мало. Потому что у меня пакта о ненападении с другими фракциями. Чисто это мне сейчас и помешало. С другой стороны, когда у меня закончатся хотя бы два пакта, из трех можно будет заключить альянс. Хотя нужен ли он мне сейчас? ХЗ. Ладно, воюем с Северной Империей. Я вот не знаю специально ли по собственной тупости, но стурги решают напасть, что-то они слишком переоценили свои возможности. Но ладно, это в принципе мелочи. Мы все равно даже самостоятельно могли бы разбить всю эту Северную Империю, а тут у нас еще и помощники будут. Так что я просто спокойно расставлю всех своих стрелков, и они набьют морду. Ну, всем, кто останется, если сами стурги с этим делом не справятся. Думаю, для наших это будет вообще изи. То есть такая шикарная просто поддержка издалека, потому что у стургов зачастую плохо со стрелками. Хотя, может, вот с этим модом на расширение фракции у них все не так уж и плохо. Я, честно, ХЗ особо не рассматривал вот стургов в этом моде. Ну да, стургам будет действительно больно. Но то, что останется, мы с вами на изи добьем. Хотя бы 20 кавалеристов меня пугали до тех пор, пока они не попытались к нам подбежать и не обосрались на этом деле. Ну, как бы все, Северная Империя разбита, от них уже ничего не осталось. Мои сейчас пацаны пойдут и добьют остатки этих имперцев. Кстати, нет, еще там есть такая хорошая пачка кавалеристов. У имперцев. И вот эти ребята сейчас прям неплохо так могут нам поднасолить. Ну, посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Но пока чуть в Северной Империи шанс дерьмовый. Так, хорошо, мы никого не потеряли. Ну да, всех на изи разбили мои стрелки. Бедная Северная Империя. Зато мы сейчас включим все в плен. За них будем получать деньжищем. Не то, чтобы они мне прям сильно нужны в данный момент, потому что я даже в плюсе каким-то магическим образом. Ну ладно, может даже пленников все, кстати, взять. Сейчас как раз мы недалеко от города. Пойдем да продадим весь этот фарш. Еще и опыта получили. Прям в кассу прокачаем себе немножечко чувачков. Еще, правда, 3000 потратим. Ну ладно, это уже мелочи. Все, сейчас отправим всех в Сианон. И пойдем дальше захватывать остатки ботанской территории. Правда, защищать те остатки ботанской территории будет сложновато, безусловно. Но ладно, в принципе, всегда можно будет отдать какую-то территорию своему союзному клану. Благо, теперь есть кому вообще что-то раздавать. Кстати, ухилаем тоже нужно будет им отдать. Пусть они, ну, сами о нем как бы заботятся. Вылечивают гарнизон и так далее. У меня просто на это сейчас нету сил, времени и финансов. Так, в таверну продаем всех этих солдафончиков. Хорошо. Так, отлично. С этим мы с вами разобрались. Теперь давайте ухилаем, отдадим вот этому вот товарищу. То есть я могу делать вот так вот. Нажимаем на главного. Нажимаем Гранд Фиот и отдаем ему ухилаем. Как видите, да, замки у меня здесь неплохо процветают. Если честно, отдавать их не особо хочется. Но, что за усиление отношений с получателем? Нифига, более 10, более 20, более 30. Ну ладно, в общем, отдаем ему ухилаем. Отношения на 11 увеличиваются. Отношения у нас с ним уже 100. И как тут можно было посмотреть? Вот, соблюдать клятву будет еще 70 дней. Но я сомневаюсь, что он захочет от меня свалить. Типа, со мной явно сейчас повыгоднее, нежели с самой Батанией. Так, Пенг, а так, Дунгалани, Скайр Бенсет. Так, какие кланы у Батанцев сейчас остались голыми в плане территории? Ну вот этот вот клан, он самым первым как бы остался без территории. Давайте снова попытаемся с ней поболтать. Тем временем пойдем куда-нибудь вот сюда. То есть мы или Дунгланис, или Астр будем захватывать. Итак, болтаем, обсудить лояльности. Она находится в армии. Вот это вот интересный момент. Хорошо, не хочешь как хочешь. Так, Фентенгриль, Эргерон, болтаем с тобой. Сомневаюсь, что он захочет к нам типа переходить. Потому что у него две территории. Если и захочет, то я сомневаюсь, что финансово вывезу этот момент. Если честно, у него много территорий. Я не буду пока в армии. Короче, в общем, нужно разбить эту дурацкую армию. Потому что они сейчас все, наверное, там уже. И поэтому не хотят со мной болтать. Так, этот клан еще. Есть шанс на то, чтобы его переманить. Попробуем. Блин, вот задолбало. Перемещение постоянно сбивается из-за этой фигни. Да е-мое, ну ладно. В общем, наплевать. Сейчас будем искать ботанскую армию. Будем бить ей лицо. Главное с ней встретиться. Потому что если нет, они сейчас придут что-нибудь захватывать. А мне это нафиг не нужно. Пен Каннек осажден войсками Сейна. Ну, вот-вот о чем я и говорил. Так, тебя мы не освобождаем. Идем бить ботанскую армию. Ботанья послала гонца. Они предлагают вам ежедневную дань. Пошли вы в задницу. Итак. Это же не армия Сейна. Это просто Сейн. Типа, один лордик. Что за фигня? Я с целой армией искал. Ну, Сейн, очевидно, был изи разбит. Так, с ним мы, конечно, разобрались. Но вопрос как бы остается. Где вся их долбанная армия? Так, они с Западной Империей еще воюют. Кстати говоря, видимо, они на Западную Империю что-то послали. Явно не на захват. Конечно, у них сил не хватит. Вот она, вот она армия. Кстати говоря, давайте мы еще сразу прищучим. Чтобы они быстро разбежались, я мог с ними поболтать. То есть здесь, видите, два лидера клана. Возможно, это тоже лидер клана. Брайган, да. Просто три лидера клана здесь засели в этой дурацкой армии. Так, а другие кланы? Ну, по-любому же кто-то же еще остался. То есть вот олени не в клане. Можно с оленями поболтать. У меня с ним отношения, ну, более-моле неплохие. Попробуем как раз после битвы. Так, пацанов расставили. Ну все, готовы убивать ботанцев. Причем огромными просто пачками. Так, лордика одного, лордика второго прибили. Так, остался еще один лордик, который еще живой на данный момент. Правда, сомневаюсь, что это будет надолго. Так, ну где ты, Брайган? Мои должны были тебя уже вот... Вот, вот, все. Лордики закончились. Войска, в принципе, тоже практически закончились. Осталось парочка кавалеристов, что несерьезно. Все, победка. Великолепно. Так, все, мы их отпускаем, чтобы с ними потом поболтать. Само собой, так, своих пацанов прокачиваем. И идем захватывать ближайший городишко. Опять же, вопрос лишь какой. Хочу лишить этих городов для того, чтобы у них, ну, финансового притока было гораздо, гораздо меньше. Но думаю, сейчас больше смысла имеет захватить все же Пендрайка, Кайрбенс, на самом деле. Потому что, ну, это просто будет быстрее захватить город и замок, нежели город и два замка. Хотя территориально мне Дунгалис и Астера... Дунгланис и Астера были бы попредпочтительней. Серанор. Я даже не знаю, кто такой Серанор, но... А, это имперцы. Имперцев можно освобождать. Так, Пендрайк 200 с фигом и 500 с фигом. Ну, давайте 500 с фигом. Лояльность. Ты счастлив. Ну, сейчас мы это, конечно же, исправим. Все, погнали в осаду. Так, гонец. Фенпенрайк... Нет, Фенпенрайк это у нас правящий клан. Мы освобождать их не будем. Они готовы выплатить. Опять же, Ботания прям хочет перемирия. Она уже задолбалась воевать. Она понимает, что не вывезет. Но им никто не даст, конечно же, этого перемирия. Так. О, нашего, кстати, лордика прибили, на самом деле. Прикольно. Фенпенрайк нет. Блин, мне бы... Пенканок осажден войсками из Нагорья Ботании. Это же, наверное, старая фигня, да? Не, ну, стоп. Мы покинем. Конечно, мне нужно защищать свои территории. Нет, Пенканок под осадой. Ухилаем под осадой. Потрясающе. Ну, как бы... Прикол в том, что у меня настолько плохо сейчас защищен Пенканок, что любой лордик в соло, да, вот, может, как бы, пойти и захватить его. Так что нужно каких-то людей здесь все же будет оставить. Хотя, если честно, меня поражает момент, что они перестали даже пытаться, как бы, отбивать мои осады. Они обычно пара лордиков подходила, готовилась к тому, чтобы напасть на меня, а здесь они как-то даже болт забили, решили чисто мои территории захватывать. Это не прикольно. И почему мне еще не написали о том, что ухила им захватывают? Тоже непонятный момент, если честно. Но, ладно. Очередного лордиком с вами забили. То есть сейчас мы пойдем с вами в замок Флингольд, его отобьем. Так, тебя что, ну ладно, тебя отпущу, олень. Так, прокачиваем пацанов и идем бить морды дальше. К сожалению, пока мне не дают на спокойных щах идти и захватывать все, что хочется. Ухилаем, да, действительно, под осадой. Там уже даже таран стоит. Я что-то думал, что Флингольд захватывает. Ошибся немножечко, но окей. Наверняка там опять те северные имперцы. Да, северные имперцы взяли, да захватили мой замок, который мне сейчас придется отбивать. И главное, что они убежали, падлы. Я вот не знаю, куда, у меня разведка слабо прокачена, и здесь следов почему-то еще не осталось. Все должны были остаться. Ладогули, ну, что с ними делать, непонятно. Ладно, давайте пробуем, ну, типа, сам его буду осаждать, а вот кто-нибудь придет. Так, опять ботаня, отстаньте же вы от меня. Так, пенканок. Опять пенканок. Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Я не успеваю. У нас с вами, наконец-таки, прошли эти долбанные 10 дней. Мы можем предложить мир северной империи, нифига им не платя. Просто надоело мне постоянно в этот долбаный ухилайм, постоянно возвращаться, захватывать его заново и так далее. В общем, геморрой. Часть гарнизона, то ли с маруната, то ли с сианона, я еще в пенканок перекинул. Ну, чтобы ботанские засранцы по одному лордику хотя бы не пытались нас захватать. Вот еще одна армия, которую мне придется сейчас прибить. То есть мы сейчас их еще подловим, прибьем, и тогда уже точно пойдем в КРБНС захватывать его. Ну, это уж точно последняя наша битва. Потом они уже будут сами на меня налетать, чтобы отбить, так сказать. Но здесь наверняка почти все новобранцы, потому что я вот только разбил очередную армию. Ботанцев они собрали сейчас новую. Но, в общем, это будет легко. Так, ну, как и ожидалось, я их тут на изи разбил. Одна леди даже померла, так что, возможно, даже какой-то клан сейчас стал расформированным, но это не точно. Надо будет сейчас поглядеть, ну и поболтать с тем, с кем можно будет. Пока мы с вами осаждаем вот этот вот городишко. Наконец-таки. Так, наконец-таки мы с вами начали эту осаду. Правда, что-то у меня стрелки стоят довольно далеко, но это не мешает им настреливать. Так что я, в принципе, особо-то даже и не жалуюсь. Да и сам им даже постараюсь помочь. Правда, сильно сомневаюсь, что у меня, ну, чё-то путное здесь получится. Ну, по сравнению с моими самими стрелками. Так, а эта автология получилась? Ну, думаю, вы поняли. Короче, мои стрелки будут гораздо эффективнее. В принципе, как и всегда. Хотя я уже трёх человек убил, это чуть ли не рекорд для осад. На, это вообще, кажется, не лучник. Ладно. Окей. Так, мы вот... Чё-то много человек у меня здесь ложится, но вроде как не смертельно. Вот не считая одного только что. В остальном всё вроде нормально. Скотины! Да кто в меня там настреливает? Просто дичайше обильно. Туда, сюда, назад. Я уже шестерых потерял. Нифига себе, даже не заметил. Я думал, у меня там всего один, но два померли. А тут дофига и больше. Вы ещё посмотрите, какая фигня здесь произошла. Лордик, это мы его прибили здесь, и мои пацаны сейчас пойдут в штурм. А нам это не нужно, поэтому отступаем, да. Вот это, конечно, фиасач. Ну, продолжаем подготовку к осаде. Пусть здесь ломают стены и так далее. Сейчас последнюю катапульту здесь добьют, и мы с вами вернёмся. Так, ладно, попытка номер два. Только в этот раз я самостоятельно лезть никуда не буду, потому что, ну его нафиг. Если мои пацаны полезут на стены, это будет полнейшая жопа. Они там сольются просто в огромных количествах, а мне ещё город и три замка нужно захватывать. Так что, ну его нафиг. Тем более, они очень нифигово настреливают. Да, конечно, мои тоже дохнут, безусловно, но совершенно не в тех количествах, в которых дохнут противники. Так что всё довольно-таки круто, я бы сказал. То есть у противника осталось людей столько же, сколько и у нас уже. Так что, нормально. Ну а стрелки, конечно, да, безусловно, были довольно-таки хороши. Вот в предыдущей попытке, раз уж они смогли моего лорда так наизи забить. Хотя, может, они просто давили к количеству. Ну ладно. Так, осталось 70 человек всего лишь. Противник потихонечку уже сваливает. Нужно, наверное, кого-то из дальних пацанов привлекать к атаке. Почему бы и нет? Да, в принципе, всех уже можно привлекать к атаке. Противник просто уже сбегает непосредственно в крепость, которая мне придёт сражаться, иначе я много своих потеряю на автобое в крепости. Ну, противников-то 80, а наши, как бы, будут чисто в автобое, поэтому можем много чего потерять. Так, окей. То есть, суммарно, мы человек 8 на этой осаде потеряли. Сейчас идём в крепость. Стоямба. Моим запрещено почему-то стрелять, хотя если бы они стреляли, они бы забили гораздо больше людей. Ну, они что-то предпочитают ближний бой, смотря на то, что я разрешил им стрелять. Казалось бы, ребятки, ну, вперёд, стреляйте, сколько вам влезет. Они что-то занимаются какой-то лажей, как по мне. Ладно, перемещаемся наверх. О, нет, некоторые всё же стреляют. Я вот вижу иногда здесь луки отслеживаются. Вот так, давайте с луками. Это быстрее, это эффективнее, и вы в этом лучше. Ещё одного, в общем, потерял. Фигня. Хорошо, город мы с вами захватили. Просто чудесненько. Правда, ёмкость превысили, но это мелочи. Сейчас мы с вами здесь чем-нибудь продадим, и будет кайфово. Так, 181 процветание, несерьёзно, значит. Итак, вьючных лошадей, думаю, здесь, ну да, нету, конечно же, так. Зато есть хромые охотники целых, 11 человек, которых я набрал. Да, довольно-таки неприятно. Хавчик выкидываем, вьючных выкидываем. Ну, вернее, домашних животных, но не суть важна. 70 верховых лошадей. А не дофига ли у меня этих верховых лошадей? До 40-го давайте хотя бы скинем. Получаем 16 тысяч. Золото, кстати, опять вернулось в норму. Остаётся гарнизон в 30 человек. Ну, я думаю, этого охватит. В принципе, для более-менее неплохой защиты. Итак, город и 3 замка. Вот что осталось у этих пацанов. Но мне ещё стурги, кстати, войну объявили, хотя, возможно, прошло уже время, что я могу им и мир объявить, да? Нет, прошло только 4 дня из 10, к сожалению. Пойдём, значит, на пендраик. О, болтать можно. Так, обсудить. Не стоит лояльности. Счастлив. То есть, олень у нас с вами счастлив. Значит, будем болтать с другими лордами. Так, ну не сейном, конечно, сейчас в этом нет смысла. О, регион, кстати, сдох. Реально, вот один сейн остался. Кланов, как видите, ну, очень-очень мало. Они все просто берут и дохнут. Сбраноком хочу пообщаться. Он сейчас без владений, поэтому есть шанс на то, что мы с ним, так сказать, найдём общий язык. Но нет, они все счастливы. Чё же вы такие счастливые-то, засранцы? Ну всё, остался только этот клан, который ещё без владений, который может ко мне присоединиться. Хотя я очень давно пытаюсь их переманить. Всё бесполезно. Ну давай, давай, давай. Поболтаем. Последняя попытка. Я не буду слушать такие вещи в армии. Она вечно в армии. Она досталась со своей армией. Где они успевают её собрать, непонятно. Ладно. Так. Ну, вроде меня пока не осаждают. А, вот только сказал, и на ухилаем напали стурги. Потрясающе. Сейчас придётся ещё от стургов отбиваться. Где-то неделю игровую. Потом можно будет, ну, объявить им опять перемирие и пойти снова крошить. А, это вообще ботанц. Это вообще ботанцы. Ё-моё. Собрала армию втихаря и пошла захватывать мой замок. Ну что ж, начинаем захват. Наконец-таки замка Пендрайк. Очень долго я воевал со стургами, со статками ботанцев. В итоге решил всех оставшихся ботанских лордов пока что пленить. Потом я просто всех их продам в таверну, когда захвачу вообще все территории. И по логике они не смогут вообще нанимать больше войска. И тогда я уже буду их переманивать, когда они не будут мне мешать. На регулярной основе АПК. Пусть посидят немножечко. Ну то есть, как вы понимаете, осталось всего ничего. Захватить один город и два замка. Ну, не считая этого, конечно же. И наше своё прохождение будет закончено. Ну, конечно, я попытаюсь остатки кланов ещё переманить, но это не точно. Как вы сами понимаете, 50-50. Как уж получится. Но, грубо говоря, наше своё прохождение закончится где-то через одну-две серии. Поэтому нам с вами нужно думать, что же мы будем делать дальше. Я запустил уже мод на Вархаммер, типа с новым апдейтом, который вышел. В принципе, проходить его уже можно, но вылеты всё ещё будут. И довольно-таки частые. Я не знаю, стоит ли проходить этот мод сейчас, или оставить его как-то на потом. То есть, пока пройти что-нибудь другое. То есть, я ещё в спорных ощущениях. Нужно будет всё это дело решить до конца недели. Ну, когда уже данное прохождение будет завершено. В общем, посмотрю-подумаю. Но, если у вас есть какие-то ещё интересные идеи, что можно будет поделать после этого прохождения, какие-то, может, моды, или просто идеи для следующего прохождения, то можете смело писать в комментариях. Ну, а эту серию мы с вами заканчиваем. Надеюсь, она вам понравилась. У меня на этом всё. С вами был Кит, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok